Как начинается стихотворение Пушкина «Зимнее утро»? Я помню «Чудное мгновение». Это из другой пьесы. Назови мафоризм Макеевель. Какой афоризм? Как звучит афоризм? Хня оправдывает средства. Что за хня? Что за хня? Да брехня, наверное, какая-нибудь. Пять вопросов. Кассарные пять вопросов. 300 не получается, дружище. Евгений Ширяев Продуксион представляет. Добрый вечер, дорогие телерадиослушатели. Меня зовут Игнат Евгеньевич, Евгений Ширяев Борисович. И это передача «Вопросы за бабосы». И сейчас мы начнем эту передачу. Я забыл микрофон, поэтому такая лохматка будет болтаться у меня между КДК и вторым подбородком. Здравствуйте, молодые люди. Не хотите поучаствовать в моей передаче? Все вопросы мною найдены в передаче «Слабое звено». В основном я сижу на горшке, быстренько гляжу эту передачу, вопросы шире к себе в заметке и все. Эти гении отвечают за секунду. У нас есть весь вечер, вся ночь и выходные карта памяти обещанная. Я немножечко обеднел сегодня. Купился тренажку «Порошка». Поздравляю. Просто я о денежном призе. Если без подсказок, то ты щенку. А если я буду подсказывать, то там, короче, разберемся. А сколько вопросов? 5? 5 вопросов. Понял. Надо попробовать. Смотри, тут в этот лицо подставляешь все сразу. Какая яма находится в оперном театре перед аванс-сценой? Тарк и стромы? Неплохо. На каком полуострове расположена... Чувствуешь какую-то тюрьму? Да я же не ты жми руки его не дал. Погоди, еще сам не надержался. На каком полуострове расположена Швеция? Начинается гвоздь. Мне вообще по-браздновать. Скандинавский, наверное? Как он называется? Совершенно верно. Угу? Пальцем в небо. В какой стране мира растет наибольшее количество деревьев? Предположу, что в нашей она самая большая и лесами покрыта. Я спрашивал, как тебя зовут? Жек. Нет, тебя как зовут? Леха, я же тебе сказал. И ты отвечал? Да. Ты Алексей Владимиров? Нет. Нет? Ты сидишь у меня на прямых эфирах? Нет. Точно? Я сижу... Ты не обманываешь меня? Я делаю прямые эфиры сейчас каждый день. И у нас там, ну, передача сумасшедшая. Понимаешь, да? На чём по ответу? Там есть Алексей Владимиров, который всех чпокает. Ты не точно не Алексей Владимиров? Если ты Алексей Владимиров, то это... Это же вопрос, получается, от тебя-тебе? Как капсула времени. Вопрос от подписчика Алексея Владимирова, нашего лидера в прямых эфирах, прямые трансляции, которые идут каждый день. Заходите туда. Благодаря этим эфирам я сегодня купил себе телефон. Древнее поверье, в Вальгале есть рогатое животное, из вымени которого бесконечно льётся это. Что это? А у меня же есть несгораемые суммы, типа, там, вот эти движухи, да? Моча. А я не спрашивал подсказку. Я бы ответил моча. Я бы ответил молоко, если честно. Ну, мне кажется, это банально. Рогатое животное, из вымени которого льётся что-то. Да, молоко? Молоко, да. Да. Моча и вымень, блин. Хорошо. Неаппетитно. Ну, смотри, получается, что косарь уже не получится, потому что это неправильно. Давай вычтем из этого косаря, ну, примерно 300 рублей. 5 вопросов. Косарь на 5 вопросов, 300 не получается, дружище. Ну, давай-ка свою арифметику мне раскидать. 200 же? Каждый вопрос получается. Ну, базара, ну, всё хорошо. 200 рублей минус. В общем, Вальгала. Ну, Вальгала. Что такое Вальгала? Это ад какой-то, да, типа? Это райский ад для этих всех военнослужащих в нормандской армии, ориентировочно до 11-12 века нашей эры. Представляешь, они как бы пришли туда что делать? Ну, они умерли, чтобы что делать в Вальгале? Кайф, кайф, кайфовато. Ну, привет. Итак, такая была подсказка для Алексея, он же не Владимиров, как говорит жена Семенов. Так я ещё должен отвечать на это вопрос. Да, конечно, мы работаем дальше. Ну, бухло тогда какое-то, вино. Понятное дело, бухло. Какое бухло? Вино. Вино. Да. Минус 100 рублей. Рагнар Лорд Брок, знаешь, Рагнара Лорд Брок. Это не моя тему, друзья. Я знаю. Блин. Ну, смотри. Мама говорит, что это мой рост. Пиво. Пиво, да. Пиво. Ну, пускай будет пиво. Но. Пиво. И Алексей Владимиров сказал пиво, но я прогуглил. Это хмельный мед. Хмельный мед. Хмельный. Хмельный. Насрать. Ну, ладно. В этой передаче нет правил. Главное правило, что как бы... Ну, ты сам все понимаешь, что живет смело. Да, да. Актуально. Погнали. Чтобы цивилизация уцелела, мы должны культивировать науку человеческих взаимоотношений, способность всех народов самых разных жить. И троеточие написано у меня. Чтобы спасти человечество? Давай еще раз. Давай. Это цитата Франклина Рузвельта. Рузвельта, да. Чтобы цивилизация уцелела, мы должны культивировать науку человеческих взаимоотношений, способность всех народов самых разных жить мирно. Ну, вместе в мире на одной земле. Я не Рузвельт, я более краток. Ты, Алексей Семенов. Итак, Алексей Семенов является победителем нашей передачи. Сколько там я скостил тебе трешку? Да, там. Косарь был, как трешка. 700 мин. На днюху всем, братан. 200 рублей. Да, вот так я сносил. На днюху всем, ты знаешь? Нет, я не в курсе. Вот я тебе говорю. Не в курсе. С днем рождения. Спасибо. И как раз-таки на твою днюху я себе купил 13 про. Я тебя поздравляю. Спасибо. А ты меня чем порадуешь? У меня кто-то дернул по ходу дела. Нет, все на месте. Все на месте. Мы камеру продадим. Есть машины, документы, всякие карточки разные. Ну, и по деньжатам тут, видишь. Ну, нормально. Видишь, как бы пришлось, ну, сам понимаешь, пришел, чехол сверху, там наклеит, там переклеит. Вот и все, как бы, знаешь. Не говори. Не говори, не мы такие. Вот одна пятихаточка, да. Опа. Блин, прижене опасно. Тут же ничего не останется. Да, при бешеной, конечно, я не знаю, что сегодня кутить. Сегодня будешь, в общем, у тебя сегодня днюшка. Сходи в ресторан. Пусанер. Купи суши и на чай, я думаю, не хватит, но хоть какая-то движуха. Ого-го. Вот это да, вот это кто здесь. Сегодня раздача бешеная. Бешеная. До свидания. Спасибо большое за что. Я вам задам пять вопросов. Если вы на них ответите правильно, я заплачу вам манейка бабосов. Это передача вопросов за бабос. Я сейчас вам эту штучку пришпандериваю сюда. К какому отряду высших млекопитающих относимся мы с вами? Мы с вами. Относимся к какому-то отряду. Что только не напридумываю. Отряду. К какому отряду? Не знаю. А я сейчас думаю, как бы вам подсказать. Вы по-любому уйдете отсюда с призом. Угу. Не помню. Так. Хорошо. Сейчас будет подсказка. Это слово. И в этом слове есть буквы. Это уже валюта. Да. Вы материтесь? Да. Матом прям кроете прям. Иногда. Пошла вода горячая. Да? Нет. Есть там слово мат? Просто мат. Просто мат. Есть? Такое слово. Посередине. В конце даже. И приставка. Приставка. Я поняла. Ставку убираю. Потому что никаких ставок. Все, хватит. Эти все рекламы со ставками. Фу на них. Заметили? Ни одной у меня нет рекламы, где бы я какие-то ставки эти рекламировал. Есть одна реклама. Можно? Быстренько. Да нет, оставайте здесь. Да, понятно. Время. А, время? Да. Маты и приставка. Евгений Шевье Продукцион. В описании ссылка. Ведущий. Вот эти, понимаете. Маты. При. Приставка сама при. При уже есть. Ну, при это и приставка, да. Я даже не представляю, какой мат можно вставить. А, не надо вставлять. Уже есть мат. Мат. Примат? Да, господи. Как вам подсказочка? Неплохая. Я забыл предупредить, когда я подсказываю, сумма вашего долга уменьшается. Долга. Да. Второй вопрос. Какой гигантский аттракцион получил название «Лондонский глаз»? Колесо обозрения? Это совершенно правильный ответ. От подписчика Елена Сергеевна. Леонид Фрост, она же. Получеловек, полубог. Какой четвертый цвет в радуге? Мы сейчас представили радугу, да? Да. И считаете, да? Прямо, 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 прямо. Вспоминаю еще, знаете, есть такая подсказочка, как «Охотник», что-то. Ой, не знаю подсказок вообще. Ну, пусть будет красный. Нет, не красный. Не красный. Не красный. Но есть другие варианты, да? Мы можем обратить по порядку. Голубой. Вот, все. И другие еще есть варианты. Фиолетовый. Фиолетовый. И другие еще варианты есть. Зеленый. И зеленый – это правильный ответ. Я рада. Так, все, осталось два вопроса, все. Или три вопроса. Два вопроса. Итак, как начинается стихотворение Пушкина «Зимнее утро»? Я помню «Чудное мгновение». Это из другой пьесы. Ага. Это из пьесы Достоевского Аркадия Викторовича. Ломоносова Толстого. Игоря. Я помню «Зимнее чудное мгновение». Это разве… Давайте упустим эти моменты. Ну, это шарик. У меня, между прочим, три, а не полно-высших, средних, дошкольных образования. Я знаю больше, чем многие вот это там, кто вот это там, того. Там сидят, вот умничают комментарии. Я представляю. Отвечайте на вопросы. Мороз и солнце – день чудесный. Вообще четко просто. Вопрос самый последний для вас. Это из рубрики «Актуальная». Это сказал Михаил Задорнов. Война выгодна бездарным, талантливым, всегда выгодней. Война всегда выгодна бездарным, талантливым, всегда выгодна. Молчать. Молчать. Как это делаем мы? Очень молодая для Михаила Задорнова, если честно. Да. Да. Ну, если логически рассудить. Вот когда воюют, воюют бездарные люди, да? Это так вот говорит Михаил Задорнов. И он очень грамотно говорит, хорошо говорит. И он говорит, что война-то выгодна бездарным, а талантливым выгодней. Уехать из страны? Уехать из страны. Ну, если не война, то что? Мир. Я напоминаю, что наша передача, она основана на мире, на глобальном, во всем мире. И самое, что ни на есть, важное, на мой вкус, это что делать? Ценить жизнь каждого. И насрать, где он живет. И какого цвета у него кожа. Вот, вот. Кто со мной не согласен, ребята, отписывайтесь с этого канала, и, наверное, вам я не очень зайду. А вы победите наши передачи. И я вам наподсказывал там раз, два, три. Поэтому в связи с тем, что я сегодня немножечко обанкротился, я купил себе очень дорогой телефон, вы получите всего 600 рублей. Спасибо. 600 рублей. Очень приятно. Да, не за что, господи. Так, значит, да. Как зовут тебя? Антон. Антоха, я Жека. Очень приятно. А откуда финикоз у тебя? Финикоз? Нам подмолодили немножко. Был случай. На досуге? Да, на досуге. Я пухаю. Ты что за блудняк мне расскажешь? Не, не. Неправильно еще. Трипасы. Как господи. Я тебе уже все рассказал. Ну да, так с большого понял. Лицо у тебя знакомое. Да не, не вариант. Я не звезда. Фи-хопа. Так ладно. У нас мероприятие серьезное самое. Что в афоризме Макеавелли оправдывает средства? Назовем афоризм Макеавелли. Какой афоризм? Как звучит афоризм? Хня оправдывает средства. Что за хня? Что за хня? Да. Да брехня, наверное, какая-нибудь. Вот это оправдывает средства? Не совсем трешкольный вопрос. На языке вертится. Шлепс оправдывает средства. Я пойду туда. И я какой я в этот момент? Или я хочу добиться? Чего добиться? Чего добиваются? Чего правда? Чего добиваются? Достигнуть этого цели. Вопрос второй. К какому семейству отряда хищных относится рысь? Кошачьих. Победим. Как называется длинный, волочащийся сзади подол женского платья? Шлейф. Не знаю. Шлейф. Четкая работа. Видишь, как? Я думал, завалившись. Атон переживал, что будет плохо отвечать. Я здесь не заваливаю. Красавчик, красавчик. Моя миссия глобальная. Это не то, чтобы он правильно ответил. На то, чтобы поговорить с человеком. На то, чтобы поднять человеку настроение. И нет, нет, если есть какая-то лавэха, а иногда лавэхи нет. Понимаешь, я недавно раздавал чупа-чупса. Конфетки раздал, потому что на лавэ нет. Лишнее, понимаешь, такое-то кидать. Ну, а раздавать есть, короче. Сегодня есть чуть-чуть. Я сегодня прибрахлился. Нормально, нормально. Крутую мобилу. Нормально. Все, теперь на мели будем жевать хлеб, блин, сухой. Три корки, блин. Не знаю, сколько. Вопрос от подписчика Евгения Евдокимова. Евдокимова уже серьезно. Кого поцеловала Мадонна на видео Music Awards в 2003 году? Варианты есть? Вопрос какой? Интеллектуальный? Ни хрена. Вообще. Да вообще. Кто поцеловал? Как поцеловать? Мадонна, это вот та певица. Это та певица, вот у нее щель между зубами. Щель не точно между зубами. Кого она поцеловала? Какого человека по-любому? Я подсказываю. Сейчас еще такой момент. Когда я подсказываю, то сумма выигрыша уменьшается. Ничего страшного. У нас интеллект с бабами. Она целовалась с двумя бабами. Это группа какая-то с лесбиянками. Нет, эти бабы были не лесбиянки. Одна баба, что я давно ее не слышал. Вторая, ну короче у нее немного крышка, конечно, поехала. Она мутила с этим. Время фильм смотрел. Гучерявый это этот. It's gonna be me and sing. Джастин Тимберлейк. Она мутила с Джастином. Вот одна из этих девок. А вторая девка просто такая, ну симпотная. Ты их знаешь. Далеко не знаешь. Тебе сколько лет? Тебе сколько лет? Вот, мы с тобой ровесники. Вот я могу сказать, кто с кем мотив Миша круг. Понял? А с кем Мадонна? Ты очень серьезный человек. Нет, ну бля. Просто вот так не знаю. Мадонна. Давай так. Голливудские вот эти вот все бабы. Наша с тобой, грубо говоря, 15-14 лет нам с тобой. Что крутили по телевизору-то на MTV Спирс? Вот. Одна есть. Дженни Фрелопус. Другая баба. Они похожи вообще. Бритни Спирс похожи, да? Ну такие вот она и все одногодки, наверное. И Мадонна вот отстояла с ними. Они там выплясывали вот все под хохламу. Под хохламу. Она засосалась по очереди с Айбейей. Сучка моя. Я прям помню сам, как вот это самое. Бритни Спирс, Бритни Спирс. Сначала у нас Бритни засусекалась, а потом со второй с этой вот курвой. Нет, та тоже хорош, хорошо поет, я помню. Хорошо, Наташа. Крестомет. Ее зовут Кристия. Давай фамилию. Кристина Агилера. Кристина Агилера. Красавец. Ну и последний вопрос из-за рубрики «Актуально». Это, именно вот это вот слово, приходит к тебе таким, каким исходит от тебя. Как ты завалировал Оша? Оша, мужика такого. Оша есть мужик такой. Хороший мужик. Да правда, это меня и приходит, и уходит. Правда прям подходит. Ну, правда. Че, подходит. Да, но Оша другое сказал. Ну что, ну я не знаю, рубрика. Актуальна. Рубрика «Актуальна». Что сейчас у нас актуально? В нашем 2022 году. Я бы сказал, не в лучшее время для… Жамапа. Тужу. Поэтому оно приходит к тебе таким, вот это оно, вот оно, прямо к тебе приходит таким, вот оно, прямо в сердце, прямо в сердце. Прямо в душу. Да, вот это уши, да, и так… Сука. И вот таким же отходится. Люблю, что я не знаю, что там, правда. Три буквы. Три буквы. Три буквы я знаю, матные три буквы. Не матные. Самое вот, что ни на есть, вот сейчас вот эти три буквы, нам так вот нужны нам эти три буквы, нашей планете вот нужны, вот они на Россиопе, все мы нужны эти три буквы. Но это не слово хуй. Так я вот придумал. Что, извините за то, что я матернулся, иногда могу позволить себе такую роскошь. Хуй. Да, да. Сказал он это, сказал. Ну что, я сдаюсь. Три слова. Три буквы. Три буквы. Три буквы. Когда спортом занимается три буквы, да, вот как они… Молодежь, сейчас… Ну вот, как смотри. Давай представимся ситуацию, что наша планета, она возьмет и объединится просто, объединится в одно целое. Угу. И все мы будем дружить, и нам будет насрать, там, кто ты, как ты, что ты там до этого сделал, кому-то замутил, плохой ты, хороший. Мы по-братски вот так вот, эй, братишка, вот такой, Антоха, это твой… Тебя целовал в грудь нашу, в душу. Это что будет у нас на планете? Что это будет? Мир… Маска у меня, куртка с прошлого года, вот, на поле. А ты говоришь, прибарахлился. А ты говоришь, прибарахлился? Прибарахлился, купил эту самую мобилу, говорю, сумасшедшую, братишку, братишку, братишку. А ты, парень, копить на мобилу в 33 года, может, уже пора на что-то другое копить? Не говори. 600 рубасиков, вот так. Давай, давай, друг. Спасибо, было с тобой интересно провести время, пообщаться. Подписывайтесь на него, интересный чувак, человек. Всем советую. Forever. Forever together. То же самое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Слушай, а можешь мне скинуть на телефон куда-нибудь? Ну, я просто разбито, понял, я не могу сейчас зайти никуда. Субтитры подогнал «Симон»!